всем отличного настроения меня зовут лариса и сегодня мы будем шить лежанку для наших любимых котов девочки голос у меня будет немножко простужен так получилось что я немного приболела поэтому особого внимания на мои интонации какие-то не обращайте можно конечно купить лежанку магазине там не знаю за 2000 но мы пойдем другим путем мы же с вами рукодельницы правда поэтому буду шить круглую лежанку кусок ткани у меня есть один цельный его размер 90 на 90 сантиметров я уже немножко тут подчеркалась и сейчас вам объясню как сделать разметку сначала нужно подготовить деталь к дальнейшему пошиву до чтобы получить окружность максимальную вот из куска ткани конечно такого циркуля у меня нет наличия как в школе знаете такую там можно было поэтому делаем все просто складываем ткань вчетверо и при помощи линейки откладываем моем случае это 43 сантиметра от центра ткани и ставим несколько точек у меня уже полоска проведена вот окружность но представьте что ее нет то есть ставим несколько точек последовательно на одном и том же расстоянии может быть вы уже знаете и скорее всего знаете когда вот юбку там раскраивать вот так именно ткань там отмеряется и соединяем все эти точки последовательно между собой точно также делаем на второй половинке пока работаем с половиной детали теперь определяем внутренний маленький диаметр до окружность точно также от центра ткани по двадцать одному сантиметру откладываем ставим такие точечки которые затем соединим между собой тут циркуль нам принципе и не нужен и никакую там подбирать подходящую окружность не знаю крышку от кастрюли тоже не нужно то есть линейка карандашик или ручка в моем случае вот исчезающие очень удобно и все это нам заменит все вот эти вот приспособления теперь нужно поделить вот это поле на такие сегментики тут тоже все очень просто работаем сначала с четвертью детали делим ее на угол 45 градусов у меня линейка помогает я совмещаю метку в 45 градусов с края ткани и провожу такие две линии просто как бы примерным да затем линеечку совмещают с этими линиями и делю пока на два сегмента тут по за утюжки можно просто провести там все ясно где проходит чтобы поделить вот эти две части пополам мы находим середину отрезка делим его с помощью линейки пополам просто ставим точку эту операцию мы делаем на этом участке и сверху и потом эти средние точки серединки найденные мы между собой соединим и так повторим по всем вот этим сегментиком таким образом у нас получится вот такая разлинованная деталь я ее пока не вырезаю из ткани весь круг соберу аналогичную деталь из вот этих кусочков ткани у меня такие черно-белые но и код основной то черный как бы видели да что как раз к нему подходит квадратики нарезала 12 на 12 сантиметров и обычным способом между собой сшила чтоб собралось одно полотно вот моя сшитая такая форма она абсолютно совпадает практически с цельной деталью по размеру и теперь я ее немножко эту свою квадратную гнездовую детальку хочу усилить для этого беру от наволочки икеевской наполнитель использовала вот эта ткань и и просто сейчас она мне будет как бы роль усилителя такого играть я просто прошью по прямой все эту деталь как бы делаю стежку просто прямой строчкой по квадратикам белыми нитками причем потому что тут черно-белая гамма поэтому ну черные не то не все белые как-то свежее смотрятся теперь из круглой вернее из вот этой зеленой ткани можно вырезать уже круг деталь чтобы дальше работать кстати в этой работе все обрезки и вот эти зеленые все ушло вообще в дело вообще ничего у них не осталось практически и теперь смотрите собираем сэндвич изнаночными сторонами две ткани друг дружки и между ними по центру там где вот будет как бы лежанка да сама вот это место спанья для котов мы туда положили наполнитель и теперь по окружности всей строчки прокладываем делаем также стежку и вот здесь нужно просто прошить по прямой делаю закрепочки в начале и в конце чтобы у нас получились такие кармашки вот моя деталь готовая стежка простая ничего вообще сложного нет делается все очень быстро теперь можно все лишнее вот это сбоку отрезать дальше уже приходит очередь наполнителя и мы все наши стаканчики вот эти очень плотненько так набиваем и постепенно у нас деталь сформируется сама в такую вот чашу вот видите она сама даже приподнялась так уже сама стремится стать лежанкой теперь край дальше вся работа выполнялась уже вручную потому что в машинку подсунуть такую массу просто возможности не было очень прочными нитками я по краю все вот это прошью сначала просто соберу и немножко нужно присборить чтобы стянуть как бы края что получилось вот такая вот корзинка теперь нужно будет обработать край для этого вот такая наборная бейка точно также я ее пришиваю вручную сначала с одной стороны потом по тайным стежком с другой вот этот товарищ он тест драйв решил устроить и весь процесс пришивания края бейкой он лежал в этой лежанке я была очень рада значит ему понравилось точно и вот такая получилась у меня лежанка кроватка наполнитель здесь хороший даже если можно будет постирать нужно будет постирать лежанку он очень быстро сохнет наполнитель из и киевских подушек самых дешевых размер ее получился внешне 52 сантиметра внутренняя вот эта лежанка 40 ну и высота такая хорошая 18 сантиметров глубокая получилось также дополнительно из кусочков обрезков я сшила внутрь такой матрасик двусторонний и она смотрится такая вот все обрезки все вот эти у меня все пошло вот уже на этот матрасик тут квадратики 10 на 10 сантиметров я сделала потому что не у не хватало там толщины ну и плюс приятный бонус что она ее можно вывернуть и она получается двусторонняя то есть светлая может быть темная как хотите матрасик тоже соответственно можно использовать как одной с одной так и с другой стороны ну вот законный житель лежанки занимает свое место я надеюсь что вам понравилась сегодня моя работа не обращайте внимание на мой хрик и немного голос все это лечится все проходит я желаю вам удачного творчества хорошего настроения вам вашим близким вашим питомцам любимым оставайтесь обязательно на канале впереди очень много интересного я всем вам очень рада и благодарю вас за подписку за комментарии и за лайки все это очень важно нужно интересно до следующего видео и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok